Уважаемые слушатели, давайте разберем задачу на доверительные интервалы. Итак, начнем. Задача у нас сегодня будет такой. Запустили новое мобильное приложение и собирали статистику о количестве новых пользователей в день на протяжении 20 дней. n равно 20. x у нас характеризует количество новых пользователей и мы будем предполагать, что эта величина имеет нормальное распределение с некоторыми параметрами μ и σ в квадрате. Причем каждая из x и имеет одинаковое распределение выборки, то есть нормальное с одинаковыми параметрами. А σ нам в квадрате неизвестно. В этих предположениях маркетологи, которые проводят анализ рынка, построили доверительный интервал для истинного значения количества пользователей в день. И 90% доверительный интервал оказался таким. Вероятность того, что μ находится от 65 до 70, а равна 0,9. Наша задача определить тоже доверительный интервал, но уже для другого уровня доверия. Найти. В пункте А давайте найдем вероятность того, что μ будет находиться с вероятностью 99. Вопрос в каких границах. То есть наша задача определить эти границы. И в пункте В нам нужно определить следующее. Пусть нам известна истинная дисперсия σ в квадрате, что она равна 100. Нам нужно определить вероятность того, что выборочное x-среднее количество новых пользователей в день не отклониться от мат ожидания больше, чем на 2. Вот. То есть не отклониться или отклониться больше, чем на 2. А если не отклониться, ну значит обратная вероятность от этой. Так, давайте найдем эти две величины. Итак, приступим к решению. Прежде чем найти новый дверительный интервал, давайте выпишем формулы для того, как был подсчитан предыдущий дверительный интервал 90%. Итак, поскольку нам σ неизвестно, то для нахождения дверительного интервала необходимо использовать распределение студента. И формула будет здесь такой. Из x-средней мы должны вычесть tn-1 альфа пополам, умноженное на σ с крышкой и деленное на корень из n, меньше либо равно чем μ, меньше либо равно чем то же самое, но со знаком плюс. x-средняя плюс tn-1 альфа пополам, умноженное на σ с крышкой, деленное на корень из n. И, согласно условию, был найден дверительный интервал 90%. Было известно нам, что вот эта граница равна 65, ну а эта граница равна 70. По сути, мы имеем уже два уравнения и две неизвестных. Неизвестная у нас x-средняя и σ-с крышкой. А t мы можем определить по таблице. Как это сделать? Поскольку у нас дверительный интервал 90%, это означает, что 1 минус альфа равно 0,9. Следовательно, альфа равно 0,1. Ну а значит альфа пополам равно 0,05. Также нам известно, что n равно 20. Значит, tn-1 будет равно 19. Альфа пополам будет, соответственно, 0,05. Мы должны залезть в таблицу студента и определить эту границу. И оказалось, что это равно 1,729. Выделим это значение. Оно для нас важно. Так, мы можем приступить к выписыванию системы уравнений. Так система уравнений будет выглядеть следующим образом. 1,729 умножить на σ с крышкой. Не будем подставлять корень из n. Так и оставим корень из n, хотя нам известно. И эта граница равна 65. Теперь все то же самое, но с плюсом. А σ с крышкой, деленной на корень из n, равна 70. Давайте для начала сложим эти два уравнения. Что тогда получим? Что 2х средних равно 65 плюс 70. Отсюда мы можем найти х среднее. Важный для нас элемент. Так, и оказалось, что х среднее равно 67,5. Теперь вычтим из нижнего уравнения верхнее. И что тогда получится? Если из этого учитаем этого, это будет то же самое, что 2 умножить на 1,729 умножить на σ с крышкой, деленной на корень из n. Поскольку мы учитали, то это будет равно 5. Но отсюда мы можем найти σ с крышкой, деленной на корень из n. И эта величина оказалась равна 1,446. Давайте выделим оба эти значения. Они для нас важны. Зная их, мы можем приступить к расчету доверительного интервала, который нам необходимо найти в задании. Но для этого сначала еще нам нужно определить критические значения t-статистики. Давайте напишем здесь как бы такой первый будет подпункт этого задачи, а здесь второй. А для нового доверительного интервала 1 минус α у нас равно 0,99. Следовательно, α равно 1 сотая. А значит, α пополам равно 0,005. Ну а значит, t нам уже нужно искать для 19 степеней и для 0,005. Ну здесь нужно залезть в таблицу или воспользоваться пакетом Гретл. И оказывается, что эта величина равна 2,861. И это тоже важное для нас значение. Мы его выделим. Все, у нас есть все необходимое, чтобы выписать доверительный интервал. Так, теперь, значит, доверительный интервал 99% будет рассчитываться так. 67,5 минус. Берем новое тесточение. Это 2,861. Умножаем на вот это в значении. 1,446. Меньше либо равно, чем μ. Меньше либо равно. Все то же самое, но со знаком плюс. Плюс 2,861 умножить на 1,446. И это будет уже 99% доверительный интервал. Ну, чтобы не переписывать, давайте вычисления, которые получаются, я подпишу вот здесь. Значит, вот эта граница приблизительно оказывается равна 63,00. Ну, пусть до сотых, если 36 сотых. А эта граница оказывается равна 71,63. Соответственно, в этих границах находится с вероятностью 99% количество новых пользователей в день. Ну, у нас остался еще один пункт задачи. Это пункт B. Найдем вероятность, что х-среднее минус μ больше 2. Для этого нам нужно от х-среднего перейти к з. Но, чтобы это сделать, то есть перейти к стандартному нормальному распределению, мы должны вычесть мат ожидания. А мат ожидания здесь уже вычли. И разделить на корень из дисперсии. Но помним, что для стандартизации х-среднего мы должны эту величину, х-среднее минус μ, разделить на σ, деленной на корень из n. Ну, и чтобы равенство не нарушилось, мы должны это сделать то же самое справа. 2 разделить на σ, деленное на корень из n. В нашем случае σ в квадрате равна 100. Значит, σ равна 10. Ну, а n у нас равно 20. А вот эта величина есть уже не что иное, как z. Давайте я это выделю другим цветом. Значит, вот это уже будет у нас z. Тогда мы можем написать. Давайте вернем цвет. p от z по модулю должно быть больше, чем 2, деленное на 10 и на корень из 20. Ну, и приблизительно эта величина оказывается равна 0,89,4. То есть приблизительно... Давайте подпишу, чтобы не переписывать уже ее 0,89 и 4. Ну, и для того, чтобы понять, какую площадь нам искать в таблице, давайте нарисуем график. График мы нарисуем где-нибудь вот здесь. или здесь. Вот. Нам нужен небольшой график, чтобы показать, что значит z больше этой величины. Это значит, мы должны найти границы от минус 0,89,4 до плюс 0,89,4. И нам нужно будет левую и правую площадь взять. То есть вырезать серединку. Ну, здесь нужно воспользоваться таблицами стандартного нормального распределения. Правый хвост отдельно, если есть такие таблицы, которые в левую границу определяют, или только правую. Вот эта правая оказывается равна 0,18,5, поскольку их две. Можно написать, что это 0,18,5 умножить на 2. Или это будет 0,37. Соответственно, 0,37 это вне хвостов, внутри, соответственно, 1 минус 0,37. То есть если нам нужна была одна и другая вероятность, что это не отклонится больше, чем на 2, тогда мы бы вычли из единицы 0,37. И это тоже наш ответ для пункта B. Давайте мы его выделим. О том, как он найден был, еще раз говорю, здесь все зависит от специфики таблиц, либо можно воспользоваться тем же компьютерным пакетом Gretel. Ну и в дальнем задаче мы посмотрели, как встроить доверительные интервалы для других доверительных уровней, если нам известен иной. Ну и еще раз показали, как проводить стандартизацию, находить вероятность по стаблицам стандартного нормального распределения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ